Аноум писал вот Бывают и проблемы Можем повторить Не можем Привет, друзья! Рада приветствовать вас Снова в нашей летней мастерской И сегодня особо не растекаясь Чем там по дереву, не помню Чем по дереву растекается Особенно не растекаясь С линями по дереву Короче Хотим сделать пару чашечек В японском стиле Надеюсь, рука не дрогнет И резец не подведет Давайте пойдем сейчас Вырежем заготовочки на ленте И попробуем пристроиться на токарничек Ну и потихоньку будем это дело все обдирать Поехали! 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Планшайбу надо завинчивать. Так, давайте-ка замеряем, что у нас есть. Смотрите продолжение в следующей серии. Видишь, кромка резца от перегрева поплыла. По бежалости вон такие цвета. Ну что, не держит наркс? Не держит. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Не трогай патрон, брат, не трогай. Ну, есть абсолютная уверенность в том, что это красиво. Как вам, друзья? Выразите свое мнение, пожалуйста, нам очень интересно. Потому что есть сомнения в том, что глянец это современно. Мы в основном делаем все-таки матовые изделия, но здесь, мне кажется, комментарии излишни. Мы хотели сегодня сделать две чашечки, но по традиции получилась одна. Вторая немножко пострадала и решила выскочить из патрона. Но зато вторая при обновленной технологии зажимы в тисках, то бишь в патроне, показала, что из этой прекрасной древесины африканской породы неизвестного типа получаются очень красивые чашечки. Очень, конечно, фактурная древесина. И все-таки вот нельзя ее... Нельзя было ее покрывать маслом, матовую поверхность сделать. Все-таки такая поверхность, она для глянца. Посмотрите, как играет нас на свету. Очень красивая чашечка получилась. Итак, на сегодня у нас все. Вот такие чашечки мы сегодня делали. Делали две, получилась одна. Мы постарались показать не только победу сегодня над древесиной, но и небольшое поражение от нее же. Я думаю, что мы ее все-таки переточим. Будет немножко более простая форма, но мы ее доделаем. Жалко такой красивый кусочек терять. Ну и того, если вам понравилось то, что мы сегодня сделали, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить колокольчик. Пишите нам комментарии, где мы облажались или где мы вообще молодцы. Нам это очень приятно почитать. Ну и до новых встреч. Будем точить дальше. Спасибо. Пока. Кашечка красивая. Друзья, решили записать небольшой паскрипту. Как гласит двенадцатое правило диайвая. Если болванка не разлетелась на мелкие куски, то она все еще будет жить. И несмотря на поломку первой нашей чашечки, мы все-таки смогли ее доделать. И вот такая вот красота у нас получилась. И очень изящненькая получилась донышко у нее, конечно. Очень красивая. Толщина миллиметра два с половиной. Но самое сложное, конечно, в таких историях сделать повторяемость размера. Это, конечно, прям целая история. Как их повторить? Да, скажи. Да. Да. Проблема повторить. Можем повторить. Не может. Очень тоненькая, практически невесомая. И очень красивая. Вот так. Поехали. 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 Поехали.